...известный великий человек, что это несовместимо Запад-Восток, в принципе. Никогда нет, не будет ничего общего между Западом и Востоком. Это Киплин, который посетил Индию, он сказал после этого, что Запад это Запад, Восток это Восток, а они никогда не совместимы. И мы можем убедиться в этом, если бы мы с вами приехали просто в Индию, мы бы просто не знали, как понимать или принимать то, что там есть. Мы бы ехали с большими вопросами, не получая никаких ответов на них. В чем же дело? Почему такая разная культура на одной планете, несовместимая культура? И почему же все-таки эта книга Кришны, она так популярна, тем и ныне? Здесь излагаются основы вселенских правил Бхага-Вагида. Самые доступные сжатые формы, это квинтэссенция вселудического знания Бхага-Вагида. Поэтому, поскольку она имеет такое основополагающее фундаментальное значение, все великие умы, например, обращались к ней. В основном как источнику для размышления. Источник для размышления. Не как к философскому трактату может быть, но как к пищи для размышления. Мы видим, что Западный мир страдает этим, что не хватает любви пищи для размышлений. Мы чувствуем всегда острую нехватку, чего там находить в Западном мире. Тогда как Восток удовлетворен тем, что имеет. Это поражает западного человека. Впечатление, что даже нищий в Индии, он каким-то образом счастлив, умиротворен, самодостаточен. Поэтому остается тайна загадкой. В чем же причина их удовлетворения? В интернете уровень Индии сейчас не так высок, хотя и повышается на глазах. Потому что она очень старается следовать западным каким-то критериям богатства, восстановить. Но в недалеком прошлом люди не были слишком заинтересованы в этом. Это было очевидно, что люди были счастливы сами по себе почему-то. Итак, это загадка. И когда западный человек читал и изучал боговую гитву, имея философское образование, или имея интерес к познанию, он, как правило, предлагал свое мнение на основании бога. А как же еще? Это традиция. Вы изучаете что-то, вы учитесь, а затем вы должны сделать что-то свое на основании полученного. Иначе хороший смысл, очень прогресс. Как прогрессируете? Вы слушаете своего учителя, но потом вы его делаете свой, независимо от вывода гула. Не должны быть слепым последователем. Каждый должен слышать свою точку зрения при этом еще. Это западный подход к развитию нового. Или, как ингредиент, это философский объясняет метод отрицания-отрицания. Отрицание-отрицание. Здесь нет вот этой ученической преемственности, какая она есть в ведах. Есть кур-учник, это вечное сверхсвечное отношение. И поэтому, опираясь на естественную западную традицию, способ получения знаний, развития, все великие мыслители читали Бхагавадхиду с таким настроением. Как выразить что-то свое. И каждому это удалось с какой-то семьей. Можно тракторовать слова санскрита разнообразным образом. Бесконечные возможности применения слов в области лингвистики нет границ. Сочетанием этих слов, их расчлением на части и извлечением нового смысла. То есть можно принимать буквально то, что написано в Бхагавадхиде, можно принимать иносказательно, можно принимать поэтически, философски, образно, аллегорически и так далее, и так далее, и так далее. Столько трактовок. Даже Ганг и занявался трактованием Бхагавадхиду. Что пять пандавов, описанные в Махабхарате, пять пандавов это не исторические личности, не нужно так думать упрощенно. Это пять чувств, это аллегория. Пять пандавов, наши пять чувств. Курукшет — это наше тело. Вот мы здесь боремся. Пять чувств, вступая на Бхагавадхиду. Вот такая вот аллегория Бхагавадхиды, и так далее, и так далее, и так далее. И Шилопрупада — первый, кто привнёк в западную культуру представление о Бога Кришни, как о реальной личности рассказчики Бхагавадхиды. Как историческое личное. И Арджуна — это тоже историческое лицо. То есть прямое значение слов, написанных Бхагавадхиды. Без интерпретаций, каких-то аллегорических толкований. Это совсем изменило картину. Стали появляться преданные, прочитав Бхагавадхиду Шилопрупаду. То есть люди начали применять знания впервые за все эти века и тысячелетия в западном мире, научились применять благодаря этой книге знания в жизнь. То есть приобрели мудрость. Именно вот эту мудрость Востока, которая несовместима с мудростью Запада. Что такое мудрость Запада? Мудрость — это способность применять знания. Но и для чего же применяются знания на Западе? Ради чего? Ради выгоды. Должна быть какая-то выгода. А что говорится в Бхагавадхиде? Что человек должен действовать только во имя исполнения долга. Не присваивая себе плоды труда. Прямо противоположно. Это написано в самом Бхагавадхиде. Как нужно исполнять долг или как нужно получать знания. Таатвити пранибадина пари прашнина сева я патикчанте тякнина ангенина статва дашина. Кришна говорит о Джоне, если ты хочешь познать истинную, иди в Гуру. Но Кришна сам излагает ангелит истину. Почему? Он объясняет. Имам Ивасвадай Йогам. Он говорит. Раньше, когда-то я передал в ногу Богу Солнце. Кришна говорит. Прямо отец. Бестолковое. Я говорю. Раньше в ногу передал Богу Солнце в начале творения. Затем Бог Солнце передал прародителю людей. Ману. А Ману первому царю человечества. И к Шваку. Вот так она пришла в человеческое общество. Он говорит. Багаладин. Но эта цепь династии Солнца была нарушена. Прервалась. Поэтому я снова возвращаю ее тебе, Арджуна. Почему? Потому что ты мой друг. Тебе нельзя вести. В другом же месте в Шастере говорится, что Нарайана, или Бог, никогда не разговаривал с человеком. Поэтому мы должны задаться вопросом. Кто же такой Арджуна? Если он непосредственно выслушивает Багава, не тот Кришна. Потому что есть утверждение. Нарайана с человеком не разговаривает. Не вступает в диалог. Или в вашего. Но это есть причина. Багаладин говорится. Тот, кто независлив. Тот, кто чист сердцем. Лишен ложного эго. И прочее. Описывается качество. Вот он дорог мне. Он вступает в отношениях с такими людьми. Но обычно люди в гуне страсти, они не очищены. Поэтому они не вступают в непосредственное отношение к Богу. Иди к Гуру, Кришна. Ты не можешь быть Моим преданным, пока не примешь Духовного учителя. Не тот Мой преданным, кто преданному. Не Он говорит, тот преданным. Кто преданному, ему преданному. Настоящий преданным. То есть существует традиция, преемственность. Как подойти к Богу. И Прабада объясняет, например, ученикам своим. Если вы хотите подойти к какой-то великой личности, непосредственно это трудно бывает. Там есть охрана, там есть субординация. Там обстоятельства сложные для того, чтобы непосредственно приблизиться к царю или к министру. Это не так просто. Если вам удалось приласкать его собаку, у вас есть шанс. Вам вы сам зовете таким. Просто покормили собаку, познакомились. Ты кто? Шарик. Ну вот, Тузик, спасибо. Но сделали что-то хорошее для собаки, и хозяин сразу заметил вас. Спросит, как ты сделал? Ты кто? Тузик, иди сюда. Тузик доволен, пришел. Ну, все хорошо. Связь появилась, видите? Это пример. Это пример. Если вы что-то хорошее сделали для собаки, этого хозяина, автоматически к вам располагается. Это пример. Подходящий, чтобы понять, что если мы сможем что-то делать полезное для слуги Бога, он нас тоже может заметить. подзаинтересоваться, наверное. Пруппад объясняет. Ученикам говорит, так вот, я, говорит, собака Кришна. Просто если что-то сделаете для меня, Кришна будет доволен. Что для Пруппад нужно было? И стать Бхагавад-гидом. Вот все, что ему нужно. Ему нужно служение Кришне. При этом ничего не нужно, кроме служения Кришне. Поэтому он занимает учеников служения Кришне. Вот это преемственность. И то есть история Бхагавад-гиды, она с начала творения существует. Согласно самой Бхагавад-гиде. Божья цель была нарушена, она была восстанавливалась. Не один раз это происходило. Само же знание, которое описано в Бхагавад-гиде, вечно. Даже без Кришны. Есть ученые, которые знают, что есть дух. Сакхрат знал, что есть дух. Он отличается от тела. Есть элементы материи, они комбинируются. Это известно. Все великие мистики, мыслители, философы, они также знали эти истины. Как время они обсуждали, что такое время. Или что такое, деятельность, карма. Или гуны материальной природы. Все разные точки зрения. Эти науки вечные. Но пока там нет Кришны, там нет Бхагавад-гиды. Это не будет божественная письма. Это будет лишь область анализа. Важно понять, что в Бхагавад-гиде Кришна рассказывает не только о материальном творении. О каких-то фундаментальных принципах. Он рассказывает о себе. Вот в чем ценность много говорит. Он говорит, я источник материальных духовных миров, Арджуна. Все движущие неподвижно контролируется мной. Под моим управлением находится. Ишвара, Ишвара Кришна. И вот он провозглашает снова Арджуне. Вот эту науку. Что Ишвара уже есть. Почему нужно пропустить эту науку? Потому что кажется, что Ишвара нет. Из-за иллюзий, из-за мая, из-за влияния времени, гуды, кармы. Человеку кажется, что этим миром никто не управляет. И он пытается управлять сам. Это тенденция есть в Кришне. Поэтому есть у человека. И мы продолжим кое-что читать из видения. То есть очень важно прочитать и изучить видение. Встреча мы сможем понять Бхагавадгиту, который пропад на престоле. Подготавливает нас в видении. Как же все-таки приступить к изучению этого очень важного произведения? Обсуждение этих пяти основных тем Бхагавадгиты приводит нас к выводу, что Верховная Личность Бога Кришна или Параман, или Параматма. Неважно, какой из этих имен вы используете величайший из всех. И живое существо в качественном отношении, неотлично от Верховного Повелителя, так Господь управляет деятельностью материальной природы во всей Вселенной. О чем мы узнаем из обличительной главы Бхагавадгиты. Материальная природа не является независимой. Она действует под присмотром Верховного Господа. Это то, в чем мы остановились. Или они? Без Творца и Повелителя ничто не может существовать. Не признавать в существовании высшей власти может только ребенок. Для ребенка, к примеру, автомобиль является чудом, так как он движется сам, без помощи лошади или другого тяглого животного. Замечали это? Что автомобиль сам по себе движется? Взрослые не удивляются. Ребенок может отбываться, а как машина движется, не зная причины. И таким образом, это пример пропад приводит, что взрослые люди сейчас тоже не понимают причины, как действует материальная природа. Она действует. Но как будто бы сама по себе безуправляющая. Правда же? Ведь машина тоже как бы вот едет и сама по себе без лошади. Ничто не тянет ее. Когда-то в истории известный Петр Первый заинтересовался вечным двигателем. Он очень хотел его изобрести. Он занимался наукой, физикой, это известно. Поверил в это. И ему продали, хотели продать вечный двигатель, сделанный в Германии. В Германии, узнав, что у Петра Первого есть такое желание, решили продать ему вечный двигатель. И у нас есть, приезжай, смотри, покупай. Хорошая цена. Совершенно секретно все это. Официально. Исключительно для Петра, для России. И вот я приехал и увидел большое колесо, которое двигалось, крутилось. Там такой барабан в середине, спицы, ось такая, и это колесо гигантское, но вращается. Сколько он не находился, он вращается, вращается, вращается. Никакого двигателя нет, никакого животного, никто не вращается. И он чуть не купил это кольцо. Он поверил в это. Не знаю, но какой-то разу, видимо, у него еще сомнений не оставалось. Мне он попросил разобрать этот барабан, клюшку барабана снять. И там, в этом барабане, сидел негр. И крутил это кольцо, как белка. Это в истории есть. Куркас. Курьез. Но потом это обернули в шутку, как-то и в мире все закончилось. И войной. Точно так же, когда ученые наблюдают материальные, Вселенные, Космос, чем больше наблюдают, тем больше удивляются. Боже, ну как же что-то работает само по себе? Но Куркас говорит, само по себе ничего не работает. Есть какая-то сила, но она невидима. Как в этом барабане он не увидел. Некоторые даже ребенок не понимают устройства двигателя в машине. Не знают. Точно так же есть устройство, невидимое устройство для человеческого разума, которое управляет всем этим. И вот это устройство, которое человек думает, о чем он думает, не догадывается. Кришна говорит, я управляю подвижным, движемся и неподвижным. Вот только в богов-гиде вы такой можете найти. Кто-нибудь из себя написал такую вещь, что я управляю всем космическим проявлением. Кроме Кришны никого никто не сказал об этом еще. Попробуйте сказать такое. Какой будет результат, какая будет реакция. Ну а когда Кришна говорит, это выглядит как-то по-другому. Какая-то есть разница в его словах. То есть в гиде так утверждается, что именно Кришна говорит, я, ахам. Слово ахам часто повторяется там. Именно я, я, ямлю. И он говорит, мое мнение, я думаю, я полагаю. Вот так. Заметьте, что мы тоже очень часто это говорим. Я и мое мнение. Но в этом есть разница. Мнение к личному мнению человека. Вот тут важно понять, как же читать Бхагавадхиду. Чтё это мнение и каково мое мнение, каково мое положение. Очень важно понять положение сверх души и души. Прежде чем воспринимать что-то оттуда. Потому что сейчас люди таковы. Кришна говорит, что я, а следующий человек думает, не уверен, не знаю. Мне кажется по-другому. Он может легко вступать в спор с Богом. Да, я не верю в Бог. Откуда вы знали, что это Кришна? Правда же? Сразу вопрос начинается. Не знаем ничего, человек сразу будет протестовать, как человеческий. Это не наша религия. Он скажет. Итак, аналогичным образом Верховный Господь это водитель. Атхякша. Под надзором которого работает весь механизм вселенной. Живы. Живы же, как узнаем из 15 главы подтверждения. Господь являются его неотерными частицами, амшами. Крупица золота это тоже золото. И капля морской воды такая же соленая, как и вся вода в океане. Подобно этому мы живы существа, частиц Верховного властителя Ишвара или Брамана, Господа Шикришны. Наделены всеми качествами Верховного Господа. Только в очень незначительной степени. Поскольку являемся маленькими Ишварами. И занимаем подчиненное положение. Мы стремимся властвовать над природой, как, например, сейчас люди пытаются покорить космос и достичь других планет Вселенной. Нам присуще стремление к власти и к творчеству. Только потому, что оно есть в Кришне. Однако, несмотря на присущее нам стремление властвовать над материальной природой, мы должны помнить о том, что не являемся Верховными Повелителями. Все это объясняется в Бхагаватите. Эти человек тоже Кришна. Маленький. Вот эти Кришны были выводы. Машины делают, дома строят, кропотные. Но тоже они то же самое, что и Кришна делают. В другом масштабе. Ну, может быть, они вышли на качестве. Их масштаб не такой, что они обо всех могут позаботиться. На благо всех действий. Но на благо себя точно могут. Это вы какой-то сели. Ну, им так кажется. Ну, и по большому счету даже на благо себя не могут. При всем стараниях все же не страдают. Вообще ничего не могут. Беспомощно. Во власти времени, высших сил, они беспомощны. Но, поскольку они от Кришны качества имеют, им кажется, что они тоже могут чего-то. Достичь величия, или богатства, или славы, то есть и достояния божественные хотят тоже получать. Итак, суть в том, что изучив Бхагавадхиту, человек может начать преданное служение. Что мешает начать преданное служение, описывается самым самым Бхагавадхитом. Что может быть человек недостаточно очищен от прошлых кармических последствий. Реакция. В этом случае ему трудно будет заняться служением. Он будет обеспокоен своими собственными проблемами. Семейными, на работе, денежными, любыми. Он будет думать о своей судьбе большей частью. То есть для него не подходит Бхагавадхита. Тогда ему нужно что делать? Заняться своими грехами. Чаще всего люди не хотят получить знания, потому что беспокоены проблемами своими. Какое мне сейчас дело до философии? У меня нужны деньги зарабатывать. У меня что, дети голодные будут, я буду читать книги. Зачем мне все это изучать? Так серьезно, как предлагают. Я философ. То есть они не готовы отдавать что-то гречне, служить. Поскольку считают, что им самим мало. Не хватает. И тогда они начнут просто замолить грехи. Все слышат. Хотя бы свои грехи замолить. Что уж о том, чтобы помогать другим. Нет, нет. Спасти ли уж себя самого хотя бы. Зачем заботиться о ком-то еще? Но на самом деле, заботясь о других, передавая это знание к Решне, человек заботится о том, что он занимает себя. Ему даже полубогам не нужно поклоняться. Ему даже не нужно, строго говоря, следовать законам государства. Думать об этом. Потому что законы государства уже включены в служение Кришны. Это наивысшие законы чистоты и добродетели. Это уже есть. Как в океане уже есть весь запас воды. Вам не нужно еще думать о возере и ручье. Следуя принципам, правилам преданного служения, бескорыстной деятельности, там уже есть все основы добродетели и справедливости. Не обязательно отдельно заниматься какой-то нравственностью, скажем, или трезвым образом жизни, клуб какой-то открыт трезвенников. Как вы думаете, на Вискове нужно открыть клуб трезвенников? Нет, по определению преданного не может принимать ретоксикацию. Не нужен такой клуб. Нет необходимости. Потому что автоматически преданным следует всем этим принципам. Он развивается. Итак, все возможные добродетели находятся уже в этой практике чистого, преданного, бескорыстного, любовного служения. Это самая опасная практика в этом мире. Что люди думают? Что самое страшное в их понимании, образ жизни какой-то, самое страшное, это что-то делать просто так. Ни за что. Работаете, а потом ничего. Бескорыстное, любовное, преданное служение. Очень опасно. Вас точно наманут. Потому что плоды-то все равно придут, и кому-то они будут принадлежать. Вот в чем дело. Кто-то его заберет. Если вы отрекаетесь, то кто-то воспользуется этим. Вас опомнят похоже. Так вот здесь написано. Кришна наслаждается всеми жизнью. Вот так же можно наслаждаться. Не кто-то, а Кришна наслаждается всеми. Вот Гида знает, описывает, как это можно устроить в мире, чтобы Кришна был в центре. А мы все эти плодительства посвящали ему. Как это выглядит, и будет практическим. Каким образом. То есть это практика. Принять боговодство. И Кришна, как желудок творения, обеспечит всех остальных, всем необходимым для жизни. Итак, это разница между Ишварой и Дживами существует. Мы зависимы, он независим. Что представляет собой материальная природа? Вопрос. Об этом мы также узнаем из Бхагавадгиты. Где материальная природа именуется низшей прокрити. То есть низшей природой. Там же сказано, что живое существо относится к высшей прокрити. Прокрити, как низшей, так и высшей, всегда остается подвластной. Она олицетеряет женское начало и подвластна Господу. Так же, как жена подвластна мужу, который накравляет ее. Согласны? Эти примеры уже люди вечно серьезно воспринимают. Жена подвластна мужу, да, не что ли. Какие примеры это применять, интересно. То есть Бхагавадгиты в определенной культуре неприемлемые, не поймут определенной культуре. Где нет лидических правил добродетели, очень трудно понять Бхагавадгиты. Вот этот пример, допустим. Есть такие жены, которые сразу утверждены, что она никогда не была подвластна мужа. Это же надо быть свободным, зависит. Как сын подчинен отцу. А сын больше скажет то же самое. Я не подчинен больше отцу. Это тоже пример несовершенный. Я вообще свободное существо. Как в одном храме в России пришли девушки, но они пришли в первый раз, может быть. В очень модных одеждах. Потом старшие матрицы сказали, «Вы хотите еще к нам прийти?» «Да, мы хотели приходить. Тогда можно просьбу одевать что-нибудь. Центровать что-то. Храм, храм, храм». Они сказали, «Но это же ограничение». Вы, на принципе, предъявляете ограничение. Да, но вы же к Богу идете. А мы тоже Боги. И нам не нужны никакие ограничения. Потому что нравится, мы приходим, нравится, мы не придем. Если у вас ограничение, то мы просто не придем. Потому что мы тоже Боги, и нас ограничивать ничего не нужно. То есть как же тогда люди поймут Багово-гитву, если нет Ишвары? Если хотя бы даже теоретически не примут, что есть организующие высшее начало, есть какой-то закон, который все же нужно в том числе принимать. Это одна из причин, почему человек не принимает высшее настроение на том, что я сам Ишвара. Сам управляю своей жизнью. Зачем мне какие-то правила, ограничения? Я свободный. Итак, преданные, они должны сосредоточиваться на том, чтобы заманивать своих детей. Ко-вторя, халли-кришна мантру, «Думай, что теперь все у меня будет в Сатуре получше, в семье наладится, и дети тоже будут здоровы, заупокоят душу умерших, все будут счастливы, вся семья». Не в этом смысл сознания Кришны. Об этом тоже думать не нужно, что все религиозные принципы автоматически входят в преданное служение. Важно учиться удовлетворить духовно-учителя и Кришну. все остальное включается. Происпокоение включается уже в это. И благо родственники получат тоже. И вся страна тоже получит благо. Ахруба говорит, поливайте корень дерева, все дерево получит благо. Это такое большое дерево, что мы можем даже не знать, как оно устроено. Но корень, если мы знаем, это полезно всему дереву. Вот это и есть знание, это и есть сознание Кришны. Они же пытаются изучить все ветви и листочки дерева, ученые. Проанализировать все, учесть и таким образом управлять. Невозможно. Это дерево Баньян описывается в Багово-Двитле 15-го века. И это не человеческий разум. Невозможно так постичь творение Бога. Мы слишком крохотны для этого. Мы слишком маленькие Кришны. Поэтому, именно поэтому, необходимо служить причине всего, корню всего. То есть Кришны, сознание Кришны. Если мы заботимся только о себе, то мы не сможем понять Багово-Двитлю. Потому что Арджуна должен был отринуть даже привязан к родственникам, чтобы понять Кришну. Чтобы понять Верховного Господа. Потому что Верховный Господь ни к чему не привязан к Кришне. Ни к чему. Даже к нашим родственникам не привязан к Кришне. Даже к мы Ему служим, он к нам не привязан, остается свободным. В этом-то весь интерес. Как раз. Что мы привязаны к самой свободной Личности. И связь только в одном. Это Любовь. В остальном, и мы ничего не чувствуем. И так очень важно, что преданы были заняты преданным служением. Они просто отмаливали свои грехи. Или карму. Итак, Пракрити. Это женская природа. А Кришна – это мужская природа. Пракрити всегда находится в подчиненном положении по отношению к Господу, своему повелителю. И живые существа, и материальные природы занимают подчиненное положение и подвластное Верховному Господу. Согласно Багово, видите, живые существа, хотя являются неотдельными частицами Верховного Господа, тоже относятся к категории Пракрити. Об этом ясно сказано в седьмой главе. А париям и тастеяням Пракрити митиме парам Материальное. Природа есть моя внешнейшая Пракрити, однако над ней стоит другая Пракрити. Джива Путам Живое существо. И далее описывается, что она стоит из трех гунн материальной природы, трех качеств материальной природы. Это все. И выясняется, три вида веры существуют. Согласно трех гунн материальной природы. Отсюда становится понятно разное умонастроение верующих людей. Почему, если религия Бога один, и религия там должна быть, и с разной традицией, что разные гуны существуют, качества материальной сознания. Как мы были в Казан, и там есть известный храм, он известен больше тем, как ценность больше культурная. Почти не функционирует никак, потому что это храм всех религий. Какой-то человек, меценат, он решил построить, что в 90-х годах такой храм построил богатый. Там есть все одновременно в одном. Мечеть, это значит, что это будет? Как называется? Минарет. Минарет. Там есть купола, вот эти луковицы христианские, православные, есть католические такие шпили, есть буддистский там какое-то возвышение купол, есть также Харе Кришна это такое возвышение с чакрой. Потому что все в одном. Очень необычно, когда вы видите, просто потрясетесь, какая интересная архитектура там, и все. И он считал, что это поможет людям понимать друг друга, то есть каждый может прийти в этот храм, любой другой. И мусульмане, христиане, католик, и православные, кто угодно. Харе Кришна тоже. Буддисты все в одном. И вместе могут там молиться или общаться. Ну и как вы думаете, посмотрим, как мы еще видим. Ладно, мусульмане могут молиться тихонько, даже православные могут так вот. Но когда Харе Кришна придут, что ли, с этими цимбалами, с гармонией, с усилителями, все невозможно видеть. И при этом странно, что они поют и танцуют. У меня рассказала одну историю о том, что в Германии есть там, где храм Харе Кришна в одном городе, напротив мечеть мусульманской. И он сидел однажды в храме, в автальной комнате. Пантарь был закрыт. Я вошел по ошибке один молодой мусульманин. Так, заглянул и решил уже выйти. Понял, что он ошибся. Прятный позвал. Заходи, заходи. Это тоже храм. Бог один. Нет проблем. Пожалуйста, заходи. Может посидеть, помолиться. Так же, как мечети мы здесь разуваемся. Поэтому все, чисто, все, порядка, заходи. И он снял обувь, пошел, все. Стал смотреть по сторонам. В это время Пуджане вышел. Колокольчики. Шух. Рады Кришны. Этот молодой человек посмотрел. Кто это? Он говорит, это Аллах со своей женой. Аааа. Убежал, и тут закрыл лицо и глазами. Убежал. Как ужас. Кромова какая-то. Всякий раз, когда вы смотрите на женщину, вы о чем-то думаете, и как же вы будете смотреть на жену Аллаха, Боже мой. Это ужасная кромова. Поэтому Веда говорит, что тот, кто не получил второе посвящение, не может служить божеством. Потому что он будет думать, что это формы каменные. Как в кукле играют иногда дети. Это просто скульптуры. Он не отличит материю и дух. Он будет еще даже слиять материю и дух. А Господь находится везде, говорится. В нашем понимании живое тело и мертвое тело, а Он находится везде. В любом материале. Не зависит мне от куклы стихи. Можно сделать его из камня, можно сделать его из металла, можно сделать его в уме, можно сделать из глины, можно нарисовать красками, неважно, он себя проявит как угодно. Но предный хотят форму для того, чтобы служить. Служение больше было. Вы уже форму можете одеть, допустим. Изображение трудно одеть. Уже не можете. Когда Гопалбатта Гасвами. Гопалбатта Гасвами. Это решение Гасвами, Гопалбатта Гасвами. Радхараман. Это его божество было, да? Шилы. Он поклонялся, Шиле, потому что камень был, черный камень с Кали-Ган-Тхати. Это самопроявленное божество считается. Если вы берете этот камень, устанавливать не нужно, это уже Акришна, все. На Кали-Ган-Тхати ходят паломники, чтобы найти эту Шилу. И там множество в этой реке, в общем, высоко в Гималайе. И он нашел там 12 Шил. И он считал, что он не достоин поклоняться этим Шилам Божьей, вернулся и выбросил их вот так вот в реку снова. Они выбрыгнули обратно к нему. Он вернулся в Эриндаран, потом установился поклоняться. И вот это Шило кругое было. То, что мы сегодня брат Хараман Божество с флейтой. Такого размера, черный. Палома Тагасан просто оскорбел, причаился, что у него просто Шила, и он не может ее одеть, набуть, застегнуть застежки, эти все корону, и глазами, и видеть его форму. И Божество отреагировало. На утро однажды проснулся, это Шило так развернулось в форму. Вот прям на спине вы видите вот так вот камень есть. Как развернутый он есть, такой вернутый. То есть форма сама проявилась. с Божеством очень много историй людей. Некоторые божества пьют молокой регулярно в Индии. Но в России тоже скоро в Омске тоже начнут пить. Тоже появились божества в Индии. То, что как бы традиции не очень соответствуют местной. Сейчас, в современное время, непонятно, может быть, для людей, что такое божество. Но здесь одно условие. Необходимо понимать положение Верховного Господа, прежде чем вообще посмотреть на божества. Нужно знать Багава не привыкать и к ритуалам просто. Можно привыкнуть, согласиться с этим. Даже не понимаю ничего. Вы должны так поклоняться, чтобы когда ребенок мой спросил, а что это, кому-то папа поклоняет. Он мог полностью ответить на вопросы. Я, скажем, не задавая глупые вопросы, в кайсе, молись и все. Нет, нет, это наука. Нужно знать Багава Гитру. Положение Верховного Господа, положение живое. что он может проявиться где угодно и как угодно. Говорит, я в сердце с каждого живого существа, в ведре каждого атома, память, знание и забвение. Он указывает, сколько проявлений в этой мире божественности существует, чтобы понимать Бога здесь. То есть, Гита это то, что Кришна о себе рассказывает. Это незаменимый трактат совершенно. Единственное произведение, Бог говорит сам о себе. Хотя в смысле он ничего не говорит о себе обычному человеку. Никогда. То есть, если мы будем поклоняться божествам, но не изучать Бхага Бхаги, то это станет более-менее внешней ритуальной деятельностью. Хотя и благоприятная она, эта деятельность для какого-то материального положения. Благоприятная поклоняться Богу, даже не зная. Есть история об одной крысе, которая залезла на Болтавную комнату. Прямо божество. Крысы здесь есть? Тут тоже крыса здесь есть. А они потом изучат это все. Вы видите, когда подозите божество Махапрасад и уходите, крыса уже будет знать об этом. В Татаре пуджария нет и можно взять туда салтаря чуть-чуть. Как у пуджария опытный должен знать, что встречат крысы. Вот такая крыса залезла туда в Инди и она захотела попить масло, гирь. Там светильник такой стоял и она захричала, завизжала и стала бегать в группу божества. Три раза обижалась дома и носила освобождение. Можете проверить, этой крысы больше нет. есть истоверяя божества, которые пришли сверху, им она спустила сюда. Например, божество Баладжи Южной Индии. Он спустился уже прямо в этом купольном храме вместе с этим. Сверху. Какие-то божества послал Господь Брама такие, как Ран-Генат-Хи, Ширан-Гаму Большое Божество Вишневрежащих тоже не было сделано человеком. Божества, то есть старые истории. Кроме этого, некоторые учителя оставляют свои тела специально ученикам для поклонения, как Роману Джачаря. Его просили перед уходом. Когда он собирался уходить из этого мира, он стал совершать интенсивное преданное служение. Он полностью стал освобождаться от материального сознания. стал уходить. Ученики заметили это и сильно беспокоили, что Гуру уходит уже. Они попросили не уходить его сейчас. Стали плакать, спросить его, и он еще остался на какое-то время. Затем все-таки собрался. Снова он перестал различать уже все материальное, все тигуны. Когда ученики сказали позволь вот это тело мы сохраним будет поклоняться как мурки. Чтобы мы чувствовали то присутствие. Если ты уйдешь из тела, а тело сжечь, мы можем не чувствовать то присутствие еще не на таком уровне. Мы можем думать, что когда-то ты был, а теперь тебя нет. Кришна когда-то был а сейчас его нет. Это все индийская культура. Чтобы такого не произошло, может ты позволишь нам этому телу поклоняться, чтобы мы чувствовали то присутствие. Когда вы появитесь во Вриндаван, увидите, что некоторые камни на гвардхане с отпечатками столб Кришны. У вас появится интересное чувство, что Кришна реально присутствует. До сих пор. Никогда это был и нет. Но какие-то ощутимые для нас доказательства материальные. Мы нуждаемся в этом. И Руму Лу Джей Чарри оставил тело в трансе в этом и до сих пор это тело так и сидит. И до сих пор не растут еще ногти на пальцах ногах и рук. Туда не пускают белых людей, но предных Хасхон пускают. То есть предных Хасхон пускают. С удовольствием пропускают. Туда можете подойти и там саматхи раман уже в человеку. Итак, очень-очень важно поклонение божествам, потому что через это мы будем реально сами чувствовать присутствие Кришны. Не какой-то ретертурный персонаж, лимфический образ, как думают многие комментаторы Бхагавадгиты, а вечная нетленная личность, изначальная причина всех причин. Ишвара, который может принять любую форму для своего предания. Он независим от чего. У кого-то может в уме, в сердце, в божествах, это зависит от преданного служения. Если мы совершаем преданное служение этим божествам, то Кришна будет принимать, вы видите, там есть Кришна. И, конечно, есть традиция, как божествовать, изготовить, чтобы это было авторитетно, преданное служение. Если тоже нужно знать, эта традиция существует. Но и здесь они установлены должным образом божества. В Исконе все божества авторитетно установлены. И поклонение также авторитетно происходит. Единственное, что требуется для поклонения правами. Все преданные, которые имеют шнур, вторую инициацию, обязаны служить божествам. Должны это делать. Иначе какой смысл в этом шнуре вторую инициацию с Гайя Треман? Предлагается, что со второй инициации человек может понимать различия материи и духа. Браман, это Браман, имеет уже качество духовное. Поэтому он не запутывается. Его не одолевают сомнения утром, кому я все-таки служу. Кришна тренинг Кришна. Он погляд днем и ночью. Ему сны снятся, он тоже с нами разговаривает. Когда Мадавачарий пришел в один храм Капинатхи Южной Индии, он шел туда специально, чтобы на самом деле он хотел узнать рецепт сладкого риса, которые предлагали ему. Это был очень редкий рецепт, это был потрясающий сладкий рис. Поэтому Мадавачарий подумал, я узнаю этот рецепт, я могу такой сладкий рис предлагать своему божеству. Он хотел попробовать сладкий рис, точно распознать рецепт, где он шел, путешествие и однажды достиг этого храма. И когда он вошел в храм, дадил божества, поклонился, внутренне Пуджарий прошел с подносом сладкого риса в горшочках. Переложить они были еще не предложены. Эти горшочки риса не были предложены в лабхога. И Мадавачарий подумал, вот он тот сладкий рис, который я хочу попробовать, чтобы понять этот рецепт, что приготовить для меня божество. И Пуджарий взошел вовтай, а Мадавачарий понял, что он совершил аппарат волей-неволей. У него было желание попробовать риск до предложения. Фактически он уже попробовал умею, я свернил. Вот такие высокие стандарты. Почему не пускают туда белых туристов в храм? Они просто не понимают, они будут на все смотреть с другой точки зрения. А подловой, боже мой, я слышу такой грех, и у меня тут не место в этом храме вообще. Я пришел, совершил сразу оскорбление с порога, я ухожу, и все. Не достоин даже пробовать потом этот пресса. И он ушел и спал где-то на рыночной площади под лавками на земле. А в пуджаре потом все убрал, полы, все остальное подал божества, коснул ночной одеждой, и лег в комнате пуджарской, и уснул на полу. Не во сне в кабинет и бился. Поднимайся, говорит, пуджарь, ты мой слуга, вставай, ночь, да, вставай, там, на рыночной площади мой преданный магович, отнеси ему сладкий рис. Я припрятал его там, за моей одеждой видишь, горшочкой. Он хотел попробовать, отнесу, в пуджаре он не сомневался нисколько, у него был опыт, но он проснулся, пошел с ишеломовением, зашел в алтарную комнату, развернул в тебя одежду, там горшочек складковый рис, вытер то место, там пряпка, и пошел на рыночную площадь с горшком. Кто тут матово-чайя? Есть такой? В отме он запрещал. Капинат шлет тебе горшочек риса, послал меня, разбудил его. Бери, это для тебя он передает. Ты на, держи. И ушел. И когда матово-чаря взял такожки в руки, он был бы кстати здесь, трясло всегда. Он делал сладкий рис, и слезы ручами выливались туда. Потом этот горшок разбил на куски, все эти кусочки завязал в пальцую одежду в узлах, и каждый день седал по кусочку этого горшка еще. Самина Габинат. Такие отношения описываются. Исаак Шагапал, который ходил пешком в божество, ходил за всем предам пешком. Он свидетель. Не было свидетелей, он был единственный свидетель. Целая история была. Потом, когда одного брамана обменили, обменили в волшине правде, он пошел в божество. Ты же был свидетелем, меня обвиняют. Доказательственно, пойдем со мной в ту деревню. Божество возмутилось. Те, кто видел, что в божество ходили. Можно стоять на том месте. Но если ты можешь горы, то и ходить можешь. Пойдем. Потому что меня обвиняют в ту июзской связи, больше никого нет. Ну что ж, ты меня убедил. Я могу ходить, на самом деле, так и есть. Но я пойду за тобой в пятидесяти шагах от тебя, и ты не должен оглядываться. Когда ты оглянешься, я больше не с тобой идти. Ну вот он и пришел с ним там много-много миль. Около той деревни все-таки он не услышал шаги и Брама наглянулся, и там божество осталось. И он перевел всю деревню туда, и все, и в саджи окопался здесь. Свидетель купал. Это божество тоже есть, вы можете увидеть его в Пури недалеко. Валерий. Эти истории, эти храмы, все записано. Здесь, в каждом храме есть книга, которая описывает истории, связанных с этими божествами. Этой книге еще нет в Омске. Да, от начала установления книга начинается. В Пуджаре ведут такой дневник, как бы книга, где они пишут дату, когда божество установлено, а затем писают все истории, которые произошли, происходят, или были, или связаны с божествами. Здесь у нас храм Джаганат в Майя Пури. Это очень красивое божество. Когда вы увидите, будете очарованы. сразу, с первого взгляда. Не буду о них истории говорить, но там есть книга, там множество историй, связанных с этим божеством. Одна из историй такова, что два мальчика друга пришли, один ваишнад, другой мусульманин, но они друзья, дети, они пришли в храм, мой ваишнад, мальчик попросил просад, в боджаре, махат-просад, он тоже из них. В боджаре дал просад, но когда протянул мальчику мусульманин, тот сказал, я не буду эту и доложительную пищу есть, я мусульманин, я право и верный, чтобы они не разошлись. И ушел. И ночью ему снятся Супхадра и Баларама. Джаганат не приходил. Баларама кипнился, хватило за горло сразу же. И почему, говорит, оскорбил косарта моего брата? Ну, не стал действовать в косарте, и стал тушить его. И спрашивает, почему? Отвечаю, а ты не мог отчетить, ну что у него горло, и сладить его. А Супхадра рядом стояло, она говорила, убей. И когда он начнулся, у него горло было все синее. Рук. Прибежал рано утром, и там, ну, тут же я, дай просадку немножко. А что случилось, ты вчера вот отказывался, а сейчас ты с утра, почему ты что тут? Расскажи. И вот он рассказал, и вот Джаг записал эту историю. Так что, если божество будет пить молоко, с вами записывайте. И другие лилы, которые будут происходить, записывайте. Тото-капинат в Джаганатхапуре, это известное божество, которое Господь читает, нашел в песках. Тото-капинат означает найденный в саду. Сад означает, садовый гапинат. Так скажем. Где-то в саду нашли его. Но до сих пор каждую ночь ходит в этот сад божество. Знаете, как Божарю знали? Наутро все его одежды в рябьях. Вся одежда в рябьях. И Божарю, для него это такая проблема вообще. Попробуйте очистить потом. И он ругает его каждое утро. Нет, ты шатаешься. Каждую ночь. Ну посмотри, посмотри, какие одежды. Каждую ночь я тебя очищаю. Он поворчит, борчит. То есть это обычное дело общаться с божествами, разговаривать, получать от них знания. Балладе Ведя Пушна услышал комментарий Шриман Багава от Говинда Джирджи в Джайпуре. За одну ночь комментарий написал. Представьте себе. За одну ночь. Потому что Божество просто надиктовали все это. Очень много историй Святого Христа. Поэтому суть в том, чтобы не замаливать свои грехи, а служить Кришне. В этом процессе уже есть очищение, уже есть покаяние. Нет необходимости скорбеть о своей судьбе. Просто занять себя служением и все. Как Сурдас. Он сначала такие песни писал скорбные. Он пел и плакал постоянно. Что Кришна Великая, такой несчастный. Кришна Великая, а я такой несчастный. Майя такая сильная, я такой славный. Майя такой сильная, а я такой славный. Такой славный, такой несчастный. И так он пел всегда такие вот песни. Пока Валабхачарин не услышал его. Он сказал, «О, ты красиво поешь, у тебя хороший способ. Ты почему ты скорбишь постоянно?» Зачем ты постоянно плачешь в таком струкопе? Ты просто прославь Кришну и все, и все кончится, и будешь счастливым. Ну а как же я прославлю Кришну Сурдасу? И тебя его не вижу. Вот если бы я увидел, я бы больше не скорбил. Да, правда, ты не будешь скорбить, если ты увидишь Кришну, что уже не будешь скорбить. Да, не буду. И Валабхачарин дал ему зрение духовное. Но у Сурдаса не было глаз вообще. Даже век не был. Под бровями были пустые места. Ничего не было. Кожа. Он родился таким. Но в нашем случае, когда есть глаза, мы должны видеть Божество. Искорбить не нужно. Нужно служить. Всякий, кто, Кришна, когда обратится ко мне, достигает совершенства. Любой человек. Простая даже женщина-домохозяйка, рабочий, кто угодно. В этом суть установления Божества, чтобы люди могли видеть его вот этими глазами, вот эти формы. Как? Через служение, что этим формам служат. Вот через это служение начнут понимать, Бог здесь. Вот так он одевается, вот так он выглядит. И каждое утро, каждый день он разный. Отвечает на наше настроение. Мы что-то приносим. Цветы или фрукты. Всегда идет какой-то обмен. И таким образом все наполняется счастьем. И все никакой скорби. Поэтому суть установления Божества, что мы утвердились в преданном служении. Нужно меньше думать о своих проблемах. Счастье от несчастья. Матрас под шасту как-то я же точно, сука. Счастье и несчастье в утках, зимолеты. Что об этом думать? Вы сильно беспокоитесь, что с ним? Я вас такими спокойными никогда не видел. Никто не переживает. Ну, точно так же не нужно переживать, что-то в жизни происходит. Что бы ни было, матрас под шасту как-то я в жизни так. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Один ученик пришел, пропал, пропал, у меня проблема. Стул красный. То есть ученики иногда обращались по здоровью, пропал, молдователям. Стул красный пропал. Ну и что по-постому? Он то красный, то белый, то серый, то черный, то снова красный, то вообще никакого нет. То жидкий, то твердый. Зачем на это большая внимания? Стул красный. У меня, говорит, тоже сегодня был белый, плод, красный, ну что ли? За счет, так и беспокоен. Когда он успокоился, он сказал, что делать, какое лекарство принято. Когда уже успокоился, человек сказал, вот есть средства, пожалуйста. А если средства никаким не помогают, то нужно совсем успокоиться. Эти Кришни и все, и последние придерживающиеся, то есть трем приходит. У каждого будет такое время, когда приема Божественного, скажем, все, Кришни собирать. Не могу в этой руке больше находиться. Все, в этой руке. Нет мощных. Каждый у него мыть, одевать, ой, надоело, и все. Там уже ничего не соображает, как они начали, когда он выступал, ученик Байстанц Расвати, его принесли туда. Ученики, он уже стал и стал и стал и преданное задействовало. Учеников, он уже не ходит, все, и он говорит еще, да я тоже скоро уйду, я уже почти ничего не вижу, мне здесь делать нечего. Я уже все сказал, Кришна скоро не взберет. И такой счастливый. Все время приходит, Кришна возвращается. То есть суть в том, чтобы уйти к Богу, прожить жизнь достойно преданное служение и уйти к Богу. Вот это нужно знать, кто такой Кришна. Куда мы идем? Бхагава, Дида, это неоценимое произведение. Это непосредственное понимание Бога. Во всех деталях и подробностях отвечает на все наши вопросы. Иначе будут споры, есть у него форма, нет у него формы, кто он все-таки, Аллах или Будда? И как панкры повторять? Харирама или Харирута? Какие-то беспекуляции не найдете сейчас. Что люди думают, потому что не знают Бхагава, Дида, вот и все. Собственно, это единственная ткань, которая должна знать человеку. Больше ничего знать не нужно. Остальное все это усвоит из нее. Все автоматически проявляется. Поэтому, прежде чем мы погружимся в Лилы Кришны, нам нужно утвердиться в знании Бхагавад-гиты и в преданном служении, в практике. А затем мы сможем уже осознавать какие-то игры. Не раньше. Если хотите, можно обсудить эту тему. То есть мы сегодня, в принципе, говорили, а значение Бхагавад-гиты, дают суть и значение. Был же вопрос. Читая Бхагавад-гиту, нужно ли и обязательно пользоваться какими-то еще источниками, которые дают комментарии на комментарии про уклады и на саму Бхагавад-гиту, разъясняющий смысл главы и еще чего? Если они в цепи преемственности, да? Обязательно. Можете читать, что хотите. Если они в цепи преемственности. Например, мы читаем Бхагавад-гиту и комментарии. И тем не менее, возникают вопросы. Тогда мы спрашиваем, общаемся, обсуждаем. Либо находим какие-то лекции, которые мы слышим или о них записываем. В рождественной, более подробно. Но это все в ученической преемственности. Все это в третьем. В 10-е главе Бхагавад-гиты, в 38-е главе Бхагавад-гита пишет, «Из всех сокровенных деяний слушание, повторение, пометование, молчание самое важное, поскольку оно помогает человеку духовно развиваться». Везде Бхагавад делает упор на Шраваном, Киртеном. А здесь молчание называет самым важным. Почему? Что это за молчание? Очень хороший вопрос. Очень важный момент. Мы слушаем, когда нас требуют слушать, означает, требуют помолчать. Требе слова. Другое как бы, представление этого процесса. Слушать. Пока человек не молчит, как он может слушать? Как вы можете что-то говорить ему? Если вы хотите сказать что-то ребенку, или вы наставник кому-то хотите сказать, что-то знание передать, вы говорите, пожалуйста, послушай. Подожди, подожди. Просто послушай, успокойся. Потом, в конце, когда я закончу, ты что-то скажешь. Помолчи сейчас, успокойся. Это молчание называется. Молчание, что я могу воспринимать. Все эти девять процессов, Шраваном, Киртеном, Смараном и так далее, они не работают без готовности воспринимать, без молчания. Это состояние молчания. Я умолкаю, успокаиваюсь, и начинаю слышать что-то. в горы поднимаетесь, и там такой покой, что умолкаете, ум умолкает. Начинаете слышать, человек начинает слышать. Есть так много тонких звуков, которые вообще внимания не обращают. Молчание делает нас восприимчивым. И очень трудно человека заставить замолчать, ум молчать. Это очень сложный момент. Поэтому также нужно этому учиться. Учиться молчать, чтобы услышать. И даже когда мы говорим, тоже ум должен быть в состоянии молчания. То есть нельзя говорить с позиции высокомерия. Это не молчание, не умиротворённое состояние. Или с позиции высокомерия, или гордости, или чувства превосходства. Всё это синонимы. То есть сложный, в этом случае кричит, как бы наоборот, а нужно умолкнуть, успокоиться. Это состояние молчания, оно означает, что мы смотрим равно на всех. Дети описывают это. Это осознание Брама, Вуты, Брамана. И с него начинается преданное служение. Вы можете заметить, что когда мы слушаем лекцию, иногда ум вступает в споры. Он начинает как-то себя вести агрессивно иногда. Он не может умолкнуть. И всё же, если мы слушаем, слушаем и слушаем, вот именно в форме лекции, это легче, потому что индивидуально слушать так долго не будет никто и говорить. Правда же? Индивидуально вы не сможете сейчас кому-то говорить, тут сейчас слушать не сможет тоже. Но на лекции это возможно. Но в пропавдусном такие лекции утренние, мы приходим, именно слушаем. Это лекции, и лекции слушают. Порядок такой, что сначала слушать, а потом в конце вопросы. Традиционно. Это помогает умиротворить ум. Потому что то, что сначала возбуждает ум, в конце ум уже принимает, умиротворяется и видит, что да, это правда, всё, что было написано, всё это правда, это истина. Нужно время, чтобы ум замолчал. Привыкли его держать под таким контролем блага. Мауна означает, прабхупада, никогда не думайте, не говорите о себе. Это и есть молчащий ум. Ну, а Кришне можно говорить сколько угодно. Это не нарушает обеты молчания. Существует ли проход через оболочки Вселенной? Хотите узнать, где это проход чёрный? Мы как раз туда и направляемся. Заметили разве? Это специально для Харекришны. Есть такой прагвор, чёрный выход. Пархупада сказал, что он знает чёрный выход. Если идти вверх по Ганге, то можно ли выйти за пределы материальной Вселенной? Да. Я покажу потом. В книге «Духовный воин» два посетительства с вами пишут, что если человек не любит себя, он не может любить никого другого и Бога. Как правильно понимать, что значит любить себя? Ну, это просто не позволяет делать глупости себе. Уважающий себя человек не сделает тот и тот и говорит. Если ты себя уважаешь, зачем что-то делаешь? То есть, если мы его уважаем, любим себя, мы не позволим скатываться себе в каким-то низким поступком. Это и есть уважение к себе. Уважающий человек не будет курить, если уважает себя хоть не нужно. Пить, тем более, не будет. Никогда не будет убивать животных, чтобы съесть их плоти. Это уважающий себя человек. Воровать не будет, лгать не будет. Это уважает его к себе. Не наоборот. Уважающий себя делает все, что хочет. Нет. Не наоборот. Извратили эти все вещи некоторые философы. Сильные извратили. Прямо противоположным направлением люди развиваются сейчас. То, что плохо, они думают, что это хорошо. Как хиппи, они запутались в Америке к приезду правопада. Они хотели свободы, уважения к себе, любовь к себе. А что означало? Не боится, например. Никогда. Один человек пришел к правопаде поговорить. Он уже к тому времени не мылся больше, чем полгода. У него была кличка Кролик. Все хиппи знали его. По запаху. Издалека. Человек, где он только не появлялся, сразу это было известно всем. Сразу место освобождалось там. И он хотел прийти к правопаде лично в его комнату и поговорить с ним. То есть они думали, только не Кролик нет. Да, пускай. Но правопада принял. И на какой-то время они-то полчаса и больше не разговаривали. Отвечал мой вопрос. Потому что люди были запутаны. Они хотели именно идти путем уважения себя, путем свободы, но они не знали, что это означает. Агита говорит, есть ирегулирующие принципы свободы. которые освобуждают человека. Вот уважающий человек себя, он примет вот эти принципы освободиться. В лекции вы сегодня подчеркнули, что человек не должен думать о себе и не думать о своих проблемах. Это, наверное, тоже относится к этому уже. Если он погружается в свои проблемы, значит, мы не уважаем себя. Нет, не совсем. думать о проблемах естественно о своих. Но не это главное. Например, можно думать о болезни, но это не главное. Главное принимать лекарства. Согласны? Что вы скажете, человек, который постоянно думает о болезни, лекарства не принимает? У меня там проблема, тут проблема и тут. Повторяю хорегично, не слышу ничего. И там проблема, и тут проблема. Что скажете? Но повторяю хорегично. Нет, понимаете, у меня куча проблем. Не принимает лекарства. Вот как оно называется сбитый столб у человека. Скажите, пожалуйста, вот в Шриман-Багава есть такая строчка в первой песне, что прежде чем приступить к изучению Шриман-Багава, нужно изучить Багавад-Гиду. То есть лучше стоит сначала очень хорошо изучить Багавад-Гиду, потом начинать изучать Шриман-Багаву. Сначала Багавад-Гиду. А параллельно? Параллельно тоже можно. Разные способы существуют. Например, если вы проходите Бабта-Программа или Бабти-Шастры, там есть какая-то последовательность обучения. Это хорошо. Можно пользоваться этим программой. Скажите, пожалуйста, что такое смирение? Смирение – это то, чего нет в этом мире вообще. Замечисляли, что чего-то не хватает в мире. А так все и есть. Смирение – это путь к любви. Путь – это возможность вести любви. Этого не хватает. Если говорить прямым текстом философским, это очень мощное качество, основополагающее духовное, потому что это значит неотождествление себя с телом вообще. Это смирение. Это состояние неотождествления с телом называется смирением. Вы ничего от жизни не ждете вообще. И ни от кого. Потому что я не это тело. Это мир нереальный для души. И при этом, знаете, как в моей своей обязанности очень хорошо. это смирение. Это могущество. Есть два вида смирения, конечно, так рассматривать. Есть смирение вынужденное. Под давлением обстоятельствах тоже может что-то принимать, смиряться, как в тюрьме, он должен принять дисциплину. Нарушать законы здесь, но там он должен принять. и там идет со смиренным образом. Но это вынужденное смирение. Под давлением. Не настоящее. И смирение в знании существует. Я не это делаю. А вот предыдущие бывают разных на полуцах. И в лакшопричные и в лакшопричные и в лакшопричные закусить в лакшопре в лакшопричные что значит смирение? Что? То же самое? То же самое. Тоже образец. Не думать о смирении как о внешней черте. Это не отождествление с телом. Значит, позволить телу действовать согласно его природе. Это тоже смирение. Замечали, что семейные люди иногда не хотят больше работать, заниматься в лакшопричные делами. Это смирение? В отречении? Нет, это просто их ложная гордость, их усталость. Надо ее. Нет, не отмирение значит, я не тело, но это тело должно работать по законам данной ему природы всю жизнь. Можно выполнять и долг не беспокоить ничего. Это смирение. Кшатри остается кшатри. По законам смирения ничего не нарушается. Ващи остаются ващи. Шудра остаются шудрой. И при этом они не завидуют друг другу, потому что я не это тело. Я не ни кшатри, ни шудра. А тело должно действовать по этому закону. По этой согласно природе. Кшатри должен сражаться. Это тип тела, которое нужно сражаться и управлять. Он создается. Кришна говорит, я создаю эту систему ваарнашмара. Поэтому кшатри будут, ващи будут, не мы их делаем. Они рождаются уже. С рожденными качествами люди есть. И тело это должно делать. Согласно к плану Всевышнего. Какая-то часть люди должны быть кшатри, какая-то браманами, какая-то ващами, какая-то шудрами. Они должны взаимодействовать. Как? Я не это тело. Подскажите, пожалуйста, а как можно понять свою природу, если кажется тебе, что и здесь можешь, и там можешь, и вот здесь можешь, чтобы понять, чем тебе в материальном мире, так сказать, чем заниматься? Чтобы это было как-то в предназлужении это не важно. Можете заниматься, как вы говорите, что и так, и так можно, и так можно. Что касается профессии, то лучше на чем-то одном остановиться. А в предназлужении так, чем вы занимаетесь. Если все можете, хорошо. общаться с теми, кто понимает Бхага многие люди в Индии неграмотно и не могут читать. Когда я однажды был в комнате правовешн с вами в Майпуре, мы о чем-то по-русски говорили, пришли бенгальцы встали, на бенгале, с него на бенгале тоже знают. Они поговорили и ушли. Я спросил, они не знают английского языка? Говорят, нет. Как же они читают книги правопады? Они читать вообще не умеют? Ничего. Когда они слушают лекции и поют кижданы? Слушают, общаются. Так, не знаю, было понятно. Был человек, ученик правопады, он уже ушел. Мы видели его, Вриндавы, старичок. Когда вы не пришли на Бхагава или на Бхагава Гиду, там есть Гадха, он всегда сидел в углу, присутствовал на всех лекциях и слушал. Черный чадр у него такой был, очки, пожилой такой индус, и всегда слушал. Ему не важно сколько людей, там холодно, не жарко, не важно, он весь был поглублен равным. Читать, писать не умеет. Знает Сумахабхарату, Сурамая, весь Бхагава до слова. Очень мощный шрам. Собственно, это может быть и достаточно было для всех людей, если бы они были измеряны. Но в основном они не слушать хотят, а прочитать и самому разобраться. Поэтому читать тоже нужно. Чтобы было понятно, что разобраться будет невозможно. снова слушать. Так и происходит. Прочитав ней ипрубаны, людей еще где же эти преданы, где же министры еще. это может быть не 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 как вы не 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 ни 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 Дорогому выводеру, золотому голосу искон, который пробуждает нас, вы знаете, к чему. Она вам понравится. Смею, надеюсь. Спасибо. Я почитаю. Там есть я вас. Здесь им ходе его коготочки. На коготочки. Это для пряных так выглядит. Я бы, конечно, по-другому думал. Здравствуйте. На богологитах, сейчас можно видеть, что у них как-то нет культуры совместного чтения богологиты. Но четко вырисовывается стабильность Шимадбага. Но есть у вас впечатление, что посещение Шимадбага, приоритет расставляется. Скажите, прокомментируйте. Да, утром мы читаем «Класс Бхагаватам». Бхагавата Пурана, безупречная Пурана, это книга для Парамахамс. Не каждый может всю жизнь слушать Бхагаватам регулярно. Но тот, кто сможет слушать всю жизнь, он очистится быстро. Бхагават-гита дает фундамент для этого слушания, основу. Если мы не знаем Бхагават-гита, мы так не сможем долго слушать Бхагават. Вот в чем все дело. Бхагават-гита — это фундамент, основополагающая истина, на которой строятся уже остальные. А там все же читают «Класс Бхагават-гита» и украшают торт. Но если фундамента нет, это все может рассыпаться. Поэтому Бхагават-гиту читайте и изучайте самостоятельно. Потому что, не знаю, в храмы трудно будет приходить два раза в день на Бхагаватам и на Бхагават-гиту еще каждый вечер. Сложно. Каждый день читайте Бхагават-гиту самостоятельно, чтобы помнить основополагающую истину. А поклонение Божеством? Мы поклоняемся в Гаване Таик, когда они в настроении греха. А если при поклонении преданного непроизвольной медитации происходят нагилы, когда уже Господь читаний принялся неразу в пусто, то можно с этим что-то делать? Ничего не нужно. Медитация может быть любой, неважно, но Божество должны быть авторитетные. Мы не поклоняемся Господу читаний в форме санец. Не рекомендовано. Скажите, пожалуйста, а нужно ли какими-то качествами обладать, чтобы начать изучать Священное Писание, там, Бхагават-гита, потом Шима-Бхагаватам? Нужно ли что? Нужно ли обладать какими-то качествами или, наоборот, они проявятся, когда ты начнешь изучать? Нужно просто следовать практики и все. Читать Бхагават-гита, слушать Священное Писание, Бхагават, все придет. Не обременять о себе сложности. Все просто. Есть один слепой человек, который с собой носит Бхагават-гита повсюду. Просто руками ее держит и чувствует, что где-то здесь. Я чувствую, что где-то здесь я спокоюсь, я могу всегда открыть почту. Способные задавать вопросы духовному учителю говорят о том, что ученик либо старается, либо развивается, изучает что-то. Если ученик систематически слушает лекции, и если приходят вопросы, то он вспоминает ответы. Если возникает такой момент, что кажется, что на сегодняшний момент вопросов нет, о чем ты можешь говорить? А там и говоришь, что вопросов нет. Больше ни о чем. Это какой-то уровень, либо какой-то этап. Обязательно ли возникают должны вопросы, на которые пока нет? Например, Махараджи Парижи спрашивает, что Каддиага с вами отвечает. Но там присутствуют еще все мудрецы вселенной. А они слушают просто. Кто-то спрашивает, мы слушаем, неважно. Не так, что ты должен сам все спрашивать. Могур Махараджи сейчас спрашивал, задал вопросы про Вахараджи. У меня было много вопросов. А у других не было вопросов. И однажды, когда на Бхагаву там не присутствовал, Парижи говорит, вопросы, и все молчат. А где, говорит, Джаббатака? У него всегда, говорит, есть вопросы. У вас нет вопросов. И президент к нему подошел после этой реакции и говорит, ты должен быть на Бхагаву, твой служение за любовью. Создавайте вопросы. Что у нас нет вопросов, Парижи хочет вопросов. У тебя хороший вопрос, ты можешь задать вопросов. Все решили. Я подумал, ну все, вот я, Парижи заметил меня. Сейчас я задам его хороший вопрос, настоящий вопрос. Рука, говорит, после Рубанда, расскажите нам о Радхаране. Другой вопрос. Самый лучший вопрос. Рубан был в гневе. А кто это такое, что после Радхаране? Радхаране. Частенько, когда приходят поговорить, придумают столько проблем, которых нет вообще. И верят в это. Изгренне. Когда им скажут, что проблемят, они радуются проблемам. Хорошо. Их не было, что придумали просто. Ну вот, как говорят, что нужно изучать Багаладгиту, потом прочитать Шрамат Багава там и перейти в читание Чиритаврите, то есть, вот. А если, ну, допустим, прочитавшим от Багава там, а хочется опять его начать читать, что как будто ты еще в сердце какой-то чистоты, чтобы вот, кажется, что вот Игры Господа читания не сокровенные, как бы, и что, да, что ты как-то не дорос. Хотя там тебе даже подарили уже и одну, и вторую, как-то. Попытка была читать, но хочется, как бы, вот Багаладгиту и Шрамат Багава там заново начать. И в то же время, как бы, хотелось бы наследовать именно, если говорят, то так надо. Надо ли начинать читать? При одной не поймет, до чего он дорос, пока не прочитает. Когда прочитает, на следующий поймет, что не доросли. Если не читает, вот. Надо начать читать, да? Хорошее, хорошее предложение. Читать книги Прорупады. Иначе мы никогда не дарстем, нет. А как же мы расти без книг Прорупады? Урма Хараши, скажите, пожалуйста, на этом же вы в курсе, что сейчас суть нам Пагаладгита идет в Товске. Можете как-то прокомментировать? Мы все это в курсе. Да, Кришна скоро покажет вселенскую форму. И все ясно будет. Как можно Кришну судить? Томский судит Кришну. А Джуну не судят. А Джуна жертва просто. А вот Кришну надо судить. Кришна – основоположник опасной секты. И больше буду судить. В Томске. В Томске. Я был в Томске вот этим летом. Суд уже прошел, он проигран был первым. Совершенно вообще все отказались, все эксперты отказались от своих слов. И все, когда приятных увидели, и судья тоже сказал, что это мы тут вообще делаем. И мне газету принесли Томскую, там, такую многостраничную, толстую газету. И на передней странице было написано «Томский суд опозорился на весь мир». И об этом процессе все. То есть, ну разумный уровень и так. А я разговаривал с Крюдком Ахараджем недавно. Мы с ним виделись. Я говорю, что вы думаете по поводу этого суда. Знаешь, вот Паврупад говорил, что когда в носорога целятся, чтобы убить его на охоте, убивают его, стреливают ему там, когда-то вот между панцирем в голову. Он не сразу это понимает. Он еще глупый, потом он еще бежит. Он думает, что еще он. А он же мертвый. Я говорю, держу ситуацию вот таким. Носорог уже мертв. Это они себе подписывают переговоры. Если они поднимают руку на священное писание, на Бога, если такие вещи произвели. Носорог уже мертв, но не догадывается. Это же опасно для всей страны. Такие поступки, знаете, в этом. Что они чертами описываются. То есть правительство может сильно навредить. Они чувствуют это косвенно. Они знают, что с религией нужно быть осторожным. Все наверху имеют эту ответственность. Что касается религии, очень сложный вопрос для них. Очень сложный вопрос. Не так просто, знаете. Там за этим Бог все-таки есть. Как ни крути. Нас никогда не поймут материалисты. А что тут, где в земле? Они всегда претензии отвергают к Кришне. Почему это он Арджуну на битву толкает? Почему они мир устанавливают? И прочие у них вопросы появляются. Это, наверное, экстремистская литература. А вдруг Кришна что-то скажет им? Они же это все сделают. Так размышляют. А вдруг Кришне что-то захочется сказать? Они же все сделают. Они же рядом, они же готовы на все. Очень опасное движение. Но, во всяком случае, они ее читают. Судья там, вся книга была в закладках у нее. Там, там, тут, тут, везде. Это уже удивительно. Сейчас эксперты в Кемерово читают ее внимательно. Дворкин уже много раз прочитал ее. Со всеми цитатами проработал основатель. Вот так они что-то будут знать. Подобный суд хотели устроить в Англии когда-то, когда в начале движения. Преданцы же поднимали шоу, везде ажиотаж. И суд должен был состояться в Лондоне. Наши движения должны были как-то осудить. Ну, чтобы привести пример, Ратхайатра была в Лондоне. Они пришли на площадь, преданные. Центральную площадь в Лондоне. И они хотели повесить где-то плакат с хрилейшной мантры. Не начали ни какого места и прибили его гвоздем к памятнику. Центральную площадь, на какой-то памятник известного, то есть там какого-то великого человека, в Лондоне. И они вот между этими гранитными поливыми плитами вбили гвоздь туда. Молотком, дырку сделала. И повесили хрилейшную. Власти чуть не умерли. Что за хрилейшные такие? Ну, вот такой движение молодой был. Вот, и про Павла знал, что судят движение. И он написал туда сразу же. Он сказал, что мое предложение, мое требование перед судом все судьи должны прочитать все мои книги от руки до руки. А потом я приду на суд. Они почитали и отказались. Пусть читают вагон. Что-то же они получат. Но это же не противоречит законам государства, где свобода совести и преждена законов, где свобода вероисповедения? Нет никаких законов, кроме желаний. Видите, написано. В мире, материальном мире, нет других законов. Законы для, от желаний, для желаний, для исполнения желаний. Там нет принципиального общества какого-то в мире желаний. Общество материально основано не только на желаниях. Это и есть закон главный. Основа сегодня. Поэтому они меняют. Они по-разному могут принять их законы. Народи так и говорят. Закон как вышло. Куда повернул, туда и вышло. Это закон. Основы не будет. Не будет принципов пока не будет. Сознание Бога. В одном городе, в Сибири, пришел тележурналист. Взять интервью. Я, как только увидел его, сразу понял, что за человек. Устал говорить об однополых браках. Как вы к этому относитесь. Здесь серьезно это обсуждается. Очень активно. То есть раньше не обсуждалось, все было ясно. Сейчас обсуждается. Не все ясно уже. Обсуждается. И тут уже появляются какие-то другие точки зрения и так далее. Я говорю, ну как я к этому отношусь? Нужна хорошая семья людям. Это все. Это немножко его задоржало. А сказал, зачем считать себя? Зачем нужно учить себя? Я сказал, потому что должно быть хорошей людей. Он не знал, что ответить, но ему это очень понравилось. Ну и как закон вам? Как закон меняется? Нравится это? Я говорю, что закон не дает. Желание управляет законом. В 16-й плане там описывается, что если человек преследует материальные цели, его закон нет личное желание. Больше ничего. В разных странах разные законы. Почему? Управление желание. Сейчас что, служба? Да. Давайте. Уступим. Слаброг. Слаброг. Палики. Да. Да. Слаброг. Слаброг. Субтитры сделал DimaTorzok